Всем добрый вечер, прошу прощения, что в темноте, потому что сейчас уже 7 вечера, я в автомобиле пока нахожусь и немного поразмышляю о процедуре развода. Очень часто звонят, пишут и спрашивают, что и как таким образом развестись. В основном это женщины, у которых дети и супруг, супруг либо непонятно где находится, либо находится по различным причинам. Это и ушел из семьи по причине алкоголизма. Причин можно называть очень много, но факт остается в том, что необходимо осуществить процедуру развода. Если в браке, браке наждаем имущество, то поделить это имущество. Все можно сделать очень просто, как пишет нам закон, сходить к мировому суде, если есть обоюдное согласие. Разделить имущество вы можете в течение трех лет после расторжения брака. Это уже вы идете в суд. Поэтому все это, все в законе очень просто. Но здесь возникает такой вопрос, именно касающийся психологического момента. А именно, все во время развода на таких эмоциях, что супруги не могут ни о чем не договориться. Постоянно претензии к друг другу, постоянно какие-то недомолвки, постоянные даже скандалы. Поэтому, если вы хотите грамотно развестись, грамотно провести процедуру развода, без скандалов, без психологического давления на детей. Потому что дети страдают в этой ситуации, они не понимают, что происходит с родителями. Они понимают, что это что-то такое ненормальное. Поэтому, прежде чем развестись, подумайте, обдумайте со всех сторон, что вам главнее. Либо дети ваши, либо вы со своими потребностями личными. Потому что, в большинстве случаев, люди, когда разводятся, они думают о себе, но не думают о том, как воспримет это ребенок, какова будет его травма на всю жизнь. И как он замкнется в себе, подумает, что же такого плохого сделал я, что родители вот такое совершают. Все можно сделать, да, развестись можно быстро. Но, какие будут последствия, и как это отразится на детях, как это отразится на жизни, никто об этом не знает. Конечно, у каждого есть свое право, как жить ему, что делать и что думать. Каждый человек, он свою судьбу решает сам. Поэтому, поэтому решайте. Если вы захотели развестись, разводитесь. Если вы думаете об этом, то думайте. То есть, думайте сами, как вам жить. Но закон, закон у нас позволяет сделать все очень быстро, четко, ясно. Но закон не прописывает психологическую, эмоциональную сторону всего этого. Вот так.